Здравствуйте, виноградари! С вами снова Юрий Егорутин. Есть такой момент в виноградарстве, на который поначалу мы не обращаем внимания. Ну, например, понравился нам какой-нибудь сорт винограда, и мы решили его приобрести. И в первую очередь обращаем внимание больше на размер гроздей, цвет и размер ягод, устойчивость к болезням. Ну, еще может быть там ранний сорт, средний, либо поздний. Но есть один нюанс, о котором мы узнаем только, когда увидим первый урожай. Да и то первые несколько лет еще сразу и не разберемся. Вообще в ролике пойдет речь о прореживании ягод в гроздях. То есть у нас виноград отцвел, завязались ягоды, они начинают расти. И вот в какой-то момент нам нужно, возможно, этого делать будет и не нужно, проредить ягоды. И вот если мы сейчас посмотрим на эту гроздь, то кажется, что здесь нечего делать. Но на самом деле все равно даже вот такую гроздь нужно прорезать. И это будет касаться вот тех неопыленных ягод. Ну, давайте посмотрим. Вот видите, ягодка. Она здесь лишняя. Вот ягода лишняя. Вот лишняя. Кстати, вот проводя такую операцию, нужно держать аккуратно эту гроздь. Желательно не стирать с ягод пруин. Вот эти две можно срезать. И вот в данный момент уже видно, какие ягоды будут расти, а какие могут либо очень сильно отставать в росте, а некоторые могут совсем не расти. Вот эта ягодка, видите, она вообще здесь не опылилась, не оплодотворилась. Она расти уже не будет. Но вот вы обратили внимание, в этой грозди вот таких неопыленных ягод очень мало. И поэтому, в общем-то, с таким сортом вот после опыления, после цветения очень мало работы. Ну, работа все равно есть. Например, вот такая ягодка, видите, она уже расти не будет. Но и кажется, пусть она остается в этой грозди, ничего страшного не будет. Так вот, иногда вот такие мелкие ягоды очень сильно поражаются болезнями. То есть, вот эти ягоды, которые не растут, в первую очередь, могут поражаться болезнями. И мильдию, и аидиумом. Это, кстати, вот такие мои наблюдения. При плохом стечении обстоятельств вся гроздь может подвернуться нападению болезней. Но вот такие ягодки в первую очередь. Поэтому вот такие ягоды нужно все-таки вырезать. Много это времени или мало занимает? Ну, возможно, минута вот на одну гроздь. И наша работа по прореживанию ягод в гроздях будет только в том, чтобы вырезать вот эти неопылившиеся ягодки. И, как я уже сказал, вот этого мы не знаем, когда покупаем сорт винограда. А работа вот по этому сорту такая предстоит. И она будет каждый год. На это уходит определенное время. Вот если мы посмотрим соседнюю гроздочку, то видите, вот здесь таких ягод, которые плохо опылились, ну, как говорят, они горошатся. Здесь немножко больше. В общем-то, вот на такую гроздь уйдет приблизительно минута. Вот это нужно учитывать. И если, например, у нас на винограднике всего лишь один такой куст, то, естественно, что мы легко справимся с этой работой. И вот я перешел к другому сорту. И вот у нас вот в этом случае вот такая гроздь. Смотрите, здесь я ничего еще не делал. То есть ягоды, ну вот, может быть, одна вот такая ягодка неопылившаяся. Самое интересное, что вот на этом сорте практически все ягоды, которые не опыляются, они вот после потряхивания гроздья, они обсыпаются. То есть вот на этом сорте вот таких, как я вам показывал только что, загорошившихся ягод практически не бывает. Но здесь проблема немножко другая. Например, вот этот сорт имеет ягоду, ну, приблизительно миллиметров минимум 15 в диаметре. То есть после того, когда ягоды начнут расти при таком состоянии, вот при таком опылении, они начнут давить друг друга. Гроздь может быть плотной, соответственно, внутри гроздей может оставаться вода и может загнивать такая гроздь. И вроде бы ничего делать не нужно, но для того, чтобы все-таки избежать вот этого загнивания, которое будет уже попозже, когда ягоды начнут созревать, приходится часть вот этих ягод вырезать. По количеству вырезанных ягод здесь, конечно, нужен опыт. Но, например, вот на этом сорте я точно знаю, сколько бы я не вырезал, ну, конечно, в пределах разумного, ягода вырастет все равно. То есть чем меньше будет ягод вот на этой гроздь, тем они будут крупнее. Урожай при этом не страдает. Страдает только наше время. Нам придется вот с такой гроздью немножко поработать. То есть, например, вот раз вырезал, ну, стараемся вырезать, ну, сколько, десяток, может быть, 15 ягод вырезаем. Ну, например, приблизительно вот так. Хотя бы немножко стоит вырезать. И вот после такой прорезки, когда ягоды начнут увеличиваться в размерах и наливаться, они, во-первых, не будут давить друг друга, а во-вторых, вероятность загнивания вот таких гроздей гораздо будет ниже. Вот даже если возьмем соседнюю гроздь, видите, здесь опыление еще лучше, ягод гораздо больше, и видите, насколько они мельче. И вот такая ситуация, она и сохранится до самого созревания. То есть, чтобы получить, например, красивую привлекательную гроздь, то в любом случае вам нужно провести вот такую прорезку. Я не называю эти сорта, у вас их все равно таких нет, это старая сорта, но это касается многих сортов. Это вот такие особенности, на которые мы не обращаем сразу внимания. Вот перед вами еще один вариант, уже третий. Вот это я бы считал идеальным вариантом. Почему? Первое. Обратите внимание, нет вот этих мелких ягод совсем. Дело в том, что вот на этом сорте, это, кстати, назову, это восторг, обычный восторг, вот на этом сорте после цветения, все, что не опылилось, все, что загорошилось, вот после такого потряхивания, все само осыпается. То есть, не нужно ходить с ножницами. И вот остались, ну, 100%, практически одна в одну ягода. На самом деле, восторг не слишком крупная ягода. Вот эта гроздь, она не будет ни плотной, она не будет ни рыхлой. То есть, это идеальный вариант. И если, например, вот на кусте винограда у нас будет, ну, к примеру, 40 таких гроздей, то работы с этими гроздями не будет у нас практически никакой. То есть, если я вам показал первый вариант, нужно вырезать вот эти горошащиеся ягоды, минута на гроздь, это уже 40 минут. Второй вариант, там приходится прорезать ягоды, там даже одной минуты будет мало. Вот нам уже дополнительное время. А это то время, которого нам очень сильно всегда не хватает и на винограднике, и на огороде. Вот перед вами четвертый вариант. Это талисман, женский тип цветка. Несмотря на все, обратите внимание, как мне кажется, прекрасное опыление. Здесь тоже после того, как проходит опыление, все ягоды, которые не опылились, вот после такого потряхивания, они обсыпаются, не нужно ничего прорезать, ну, по крайней мере, у меня. Но в этом случае все-таки ягод немножко много. В принципе, можно пройтись, немножко вырезать, но вот даже в этом данном случае это работа необязательная. А вот перед вами последний вариант, я бы назвал этот вариант, это страшный сон виноградаря. Хотя здесь женский тип цветка, опыление всегда очень хорошее, очень много ягод опыляется, и в результате эти ягоды, увеличиваясь в размерах, просто давят друг друга, и без прорезки вы точно ничего путнего не получите. Вот здесь нужно работать, работать и работать. То есть прорезать и прорезать. Прорезать вот такие неопылившиеся ягоды. Прорезать даже вот эти хорошие. И вот этой грозе нужно столько внимания уделить, что если у вас будет таких 10 кустов, то вы с ними не справитесь. И смысла в таком винограде особо я не вижу. И поэтому на винограднике вот такие кусты, ну, больше одного держать нет смысла. Ну вот, приблизительно я прорезал эту гроздь. Обратите внимание, ну, стала она гораздо такая реже. Во-первых, она стала проветриваться. А вот рядом, видите, гроздь непрорезанная. И вот такое состояние грозди наверняка приведет к тому, что во время созревания, как я уже говорил, они будут давиться, они будут трескаться, заболеют. То есть будут проблемы. Если гроздь будет вот в таком состоянии, то проблем будет гораздо меньше. Итак, смысл моего ролика. Когда мы покупаем какой-нибудь сорт винограда, вот мы не обращаем вот на этот момент, о котором я говорил. То есть, а мы должны узнавать у покупателей, либо у людей, которые выращивают этот виноград, вот как обстоят дела именно вот с состоянием гроздей. Нужно ли их прорезать? Хорошо ли они опыляются? Бывают очень хорошие сорта, но опыление и оплодотворение такое хорошее, что получается в результате гроздей, как кукурузные початки. И вот с такими гроздями затем очень трудно работать. Вот, к примеру, показал я вам эту гроздь, ну, наверное, минуты 3. А так еще, если поработать, то минуты 4 нужно на эту гроздь. Кроме того, смотрите, видите, вот пруин, как я не старался, все равно стерся. Если вот такой гроздь уделить 5 минут внимания, имея там 30-40 гроздей, ну, посчитайте какая-то цифра. И вот, как по мне, то больше одного куста вот на винограднике держать не стоит. И вот на этот момент всегда обращайте внимание. Иначе вы вырастите как будто прекрасный сорт, хорошими вкусовыми качествами, красивые грозди. Но работы с гроздями будет столько много, что вы просто не сумеете довести урожай именно до осени, до кондиции, когда гроздь можно будет срезать и покушать. А с вами был Юрий Егрутин. До скорой встречи, до свидания, пока.